В эфире программа «Важный день». Отныне кабинет министров с программой развития. Верховная Рада проголосовала за нее в первом чтении и с минимальным обсуждением. Получив преференцию на год, правительство обещает регулярные отчеты о ходе реформ. И сегодня же парламентарии лишили права занимать руководящие должности в комитетах своих коллег, голосовавших за диктаторские законы 16 января. Какими еще событиями ознаменовался сегодняшний день и о том, что же в программе правительства, обсудим с нашими гостями. Это народные депутаты. Блог Петра Порошенко представляет Александр Черненко. И от Народного фронта у нас в студии Елена Масорина. Но сначала я предлагаю посмотреть сюжет о сегодняшнем заседании Верховной Рады, который подготовили наши корреспонденты. Главное в повестке дня Верховной Рады утверждение программы правительства на ближайшие два года представляет план действий премьер Арсений Яценюк. Более часа он рассказывал, по каким правилам будет жить страна. Предложил на рассмотрение свыше 40 реформ во всех сферах. Начиная от обороны и безопасности, заканчивая культурой и спортом. Самым важным глава правительства назвал сохранение независимости и территориальной целостности государства. Для этого Кабмин намерен увеличить расходы на армию до 5% ВВП ежегодно, а также отказаться от неблокового статуса. Это цена за принятый бывшим парламентом и бывшим президентом закон Украины, который предусматривал так называемый внеблоковый статус. Оказывается, что внеблоковый статус – это стать частью России. Наша политическая позиция – отменить внеблоковый статус для Украины. Мы должны определиться и привести страну к соответствующим стандартам НАТО. Глобальные изменения ожидают рынок энергетики, медицину, аграрный сектор, а также систему госслужбы. Правительство намерено еще на 10% сократить аппарат чиновников и увеличить зарплату тем, кто останется. Также малый и средний бизнес на два года избавят от каких-либо проверок. Кабмин несет существенные изменения и в налоговую политику сократит количество контролирующих органов и сборов. С 56 мы перешли уже на цифру 28, то есть сократили в два раза. Это первый этап. Второе, что касается функций. В общем, у нас было 1063 функции различного рода. Осталось около 600. На следующем этапе уменьшим количество контролирующих функций и постепенно будем заниматься вопросами реальной дирегуляции, уменьшением как контролирующих, так и других органов. Впрочем, все эти предложения вызвали бурю эмоций у депутатов. И не только у оппозиционного блока, но и у коалициантов. Условия для легализации зарплат в программе правительства нет, но санкции за уже легализированные условия есть. Поэтому очень важно свести это в один документ, чтобы у нас не вышло так. Начнут наказывать раньше, чем помогут работать. Программа правительства не отвечает на важнейший вопрос. Как людям выжить? Повторяю, как людям выжить? Тем не менее, 269 депутатов проголосовали за программу правительства, совместив ее с пунктами коалиционного соглашения. Ожидайте нас в парламенте со сложными, но правильными законами, которые также должны получить конституционную поддержку в этом парламентском зале. Спасибо за внимание. Спикер обещает поддержку. Утвердив программу действий правительства, депутаты большинством голосов отозвали экс-регионалов с руководящих должностей парламентских комитетов. Правда, не всех сразу. С первого раза лишить поста забыли Олеся Довгова. Пришлось переголосовать. Пожалуйста, внесите в это постановление поправку, с тем, чтобы исключить господина Довгова с поста заместителя председателя комитета по вопросам экономической политики. 228 решений принято. Также депутаты назначили руководителей двух комитетов строительства и финансовой деятельности. Их возглавили представители радикальной фракции. После этого спикер парламента Владимир Гройсман закрыл заседание Верховной Рады. Депутаты соберутся завтра, 12 декабря, в 10 утра. Наталья Прогар, Оксана Прыжко, Александр Банный, Андрей Коваль, Александр Котельников, БТБ. Итак, сегодня депутаты поддержали программу правительства, но вместе с тем перед ее принятием представители нескольких фракций все-таки выступили с жесткой критикой. В частности, председатель фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко заявил, что программа деятельности Кабмина не отражает стремление коалиции. Тем не менее, после консультации в кулуарах программу поддержали. А что же повлияло на поддержку парламента? Что действительно повлияло на решение парламентариев? Во-первых, к вам вопрос, как к представителю Блока Петра Порошенко. Очевидно, то, что повлияло, это то, что к такому очень поверхностному, очень глубокому документу, который, к сожалению, нам сегодня представило правительство как свою программу, в ходе вот этих дискуссий в зале была добавлена главная ключевая фраза, что основой для программы правительства будет коалиционное соглашение, серьезный документ, над которым месяц работали и парламентарии, и привлекали общественных экспертов. И, собственно, это как бы и дало нам повод, поскольку правительство коалиционное, правительство делегировало министров коалиция, оно должно выполнять коалиционные соглашения. К сожалению, та программа, которая в первичном виде нам была представлена, там выпали целые пункты, целые отрасли, экология, ЖКХ, инфраструктура, которые были в коалиционном соглашении, в программе правительства ни слова об этом не было сказано. Поэтому то, что премьер согласился и программа правительства было включено, что правительство действует на основе коалиционного соглашения, сняло все противоречия, и мы с чистой душой проголосовали за эту программу, потому что мы, как фракция, входящая в коалицию, несем ответственность, в том числе и за правительство, которое мы сформировали. А нелогичнее было бы сначала отправить на доработку, возможно, эту программу, а потом принять? Там вопрос с процедурой. Сегодня нужно было или принимать, или не принимать, поскольку если бы уже вынесена была программа в зал, нужно было принимать решение. Раз. Второе. Доработка. Ну и так, наши граждане уже устали от этих постоянных перерывок, доработок. Плохо, что нам дали с утра сырой вариант. Но мы нашли компромисс, как этот сырой вариант сделать хорошим, проголосовать, потому что времени у нас вообще нет. Надо заниматься бюджетом. Были упущены, и даже в сюжете мы видели, что были упущены некоторые моменты несоответствия. Будут ли, как их будут дорабатывать в процессе депутаты? Ну, перед правительством сегодня стоит очень много вызовов, и есть короткосрочные задачи, есть долгосрочные задачи. В общем-то, премьер-министр представлял программу правительства около часа. Естественно, все детали этого невозможно было донести сейчас. Но основная позиция, что этот договор, он на основе коалиционного соглашения, и это наша общая ответственность, и правительство будет отчитываться перед украинским народом, перед правительством за то, что уже сделано. Это являются короткосрочные задачи. Но мы должны дать шанс и всячески содействовать тому, чтобы эта программа была выполнена. Но, опять же, нет в правительственной программе сроков исполнения этих прописанных заданий. Там есть. Там есть сроки, но они какие сроки, то есть этот год, следующий. 15-й, 17-й. Да, но там они очень широкие, в то время как в коалиционном соглашении, не кругом, но по большинстве пунктов очень конкретные сроки, там первый квартал, первые полугодия, более детально. Я более того скажу, сегодня действительно премьер-министр очень неплохо представил свою программу, но мы голосовали за документ, а не за его спич. Если бы премьер вышел и просто прочитал ту программу, которую нам предложили, но ему хватило минут 20, наверное, чтобы ее просто зачитать, он выступал час. Поэтому, конечно, но если бы вот то, что он своим выступлением ответил на многие вопросы, которых, к сожалению, в программе правительства не было. А в коалиционном соглашении они есть? Ну, там намного больше. Не все, конечно, не все там есть, но, конечно, коалиционное соглашение, документы на 73 страницы, над которыми месяц работали, ну, я не побоюсь, лучшие эксперты, которые есть в Украине, как в парламенте, так и вне его. Ну, вместе с тем, вот если говорить о самом выступлении, действительно, Арсений Яценюк не называл конкретных цифр, не было какой-то конкретной статистики, и, ну, конечно, самое важное, самое, наверное, болезненное вопрос, это социальный вопрос. Например, вот Арсений Яценюк говорил, что надо отменить, как он сказал, систему советских льгот. Что это такое? Объясните. Это льготы, которые получали чиновники высшего ранга, это льготы, которыми, на самом деле, есть ряд льгот, которыми невозможно воспользоваться. Эта система давно не пересматривалась. Я вот смотрела по закону, человек имеет право, инвалид первой группы, пользоваться общественным транспортом, например. То есть есть льготы, которые вообще, и просто эти льготы людям не нужны. А есть очень большое количество льгот, это большие пенсии, это государственные дачи, это отдельная страна в стране касательно медицины. То есть вот эти все льготы должны быть отменены, и должна быть единственная, единая система пенсионная для всех. Ну и, собственно, льготы будут пересмотрены на 70%. Ну хорошо, так это будет пересматриваться или отменяться совсем? Как эта процедура будет происходить? Ну это через парламент, через законопроекты, конечно. Ну а зарплаты, пенсии, как изменится вот в этой сфере? Единая пенсия, например. Ну, закон обратного действия не имеет, но уже для госслужащих сегодняшних, которые будут выходить на пенсию, уже будет единая пенсионная система, и, скорее всего, это будет переведено на страховую систему и медицина, и пенсионную. А всех остальных граждан это касается? То есть это касается только госслужащих, а для всех остальных людей? Это сокращение аппарата. Это будет касаться в первую очередь госслужащих. Касательно людей, которые, ну, пенсионеров, которые вот выходят на пенсию, как для них изменятся выплаты? Ну, меньше пенсии точно не станет. Это понятно, это сужение прав граждан, которые нельзя допускать. Сказать, что пенсия очень сильно повысится, но это тоже будет неправдой, потому что, ну, мы в бюджете нет денег. Нам надо честно сказать, потому что бюджет разворовался последние годы, война, уменьшение торговли. Ну, то, что уменьшаться пенсии не будет, это однозначно. Возможно, адресно, там, где действительно люди не обеспечены, будет некоторое повышение. Как минимум в 2015 году. Дальше, когда экономика стабилизируется, и уже пойдет рост, мы можем об этом говорить. Сейчас нужно, ну, честно отвечать. Нужно выжить. На самом деле, да, мы не можем прогнозировать в этом году каких-то существенных улучшений. Ну, у нас каждый год перед принятием бюджета, у нас стоит задача перед всеми украинцами, что нужно выжить. Как она будет решаться сейчас? Дело в том, что сейчас, это самый, наверное, тяжелый год в истории независимой Украины, и экономика полностью зависима от войны. Поэтому нужно существенно финансировать оборонный сектор. И это очень тормозит, война очень тормозит привлечение иностранных инвестиций. Поэтому, действительно, да, бюджет, дефицит бюджета, он был практически всегда. Но этот год особенно тяжелый по объективным причинам. Планируют выделять, ну, около 5% от ВВП, да, на поддержку... Там и на оборону, и на правоохранительные органы. Это, действительно, самая большая цифра, которая в Украине раньше выделялась на это. Но это все равно очень и очень недостаточно, нежели сейчас нужно. Это максимально то, что сегодня правительство может увеличить. Хотя мы понимаем, что нужно не 5, нужно до 10%, ну, страна, которая живет в таких условиях. Потому что дело же не в том, что мы там даем на армию и у кого-то забираем. Если мы сегодня нормально не профинансируем страну, оборону, мы можем потерять страну. И уже не будет там смысла говорить, какие у нас будут пенсии, зарплаты. У нас не будет просто Украины как страны. И это очень нужно четко понимать. Поэтому, повторюсь, этих денег все равно недостаточно. Но это тот максимум, который сегодня правительство может изыскать. Но сейчас выделяют из зарплат, отчисляются зарплаты на поддержание украинской армии. А в дальнейшем вместе с теми процентами, которые будут идти из бюджета, будет выделяться от каждой зарплаты? Нужно посмотреть. Мы сейчас будем и принимать бюджет, и налоговый кодекс. И там уже мы вернемся к этому вопросу. Я думаю, что... И очень важно, собственно, изменение в налоговом законодательстве. Очень важны изменения в судебной системе. Полная переаттестация судей, как сегодня говорил премьер-министр. Потому что, да, мы заложники войны, но мы не должны быть заложниками коррупции. И я уверена, что если мы сможем эффективно бороться с коррупцией, то это даст возможности малому бизнесу развиваться, среднему бизнесу развиваться. И все-таки даст возможность для создания новых рабочих мест. Судя по ситуации с бюджетом, будут ли пересматриваться зарплаты для учителей, врачей? Зарплаты, повторюсь, они не могут уменьшаться, но действительно, во-первых, не будет доплаты. Во-вторых, будут некоторые, как раньше доплачивали за какую-то дополнительную деятельность, как учителям доплачивали за проверку тетради, ведение журнала. Это как бы отдельно плачет. То есть, возможно, здесь тоже будет урезание. То есть, могут быть избавления премий, да, например, урезания в таких моментах? Ну, будет так. Зарплаты точно уменьшаться не будут, потому что и некуда же уже уменьшать. Ну да, исходя из курса доллара, не будут пересматривать выплаты? Ну, давайте, мы сегодня приняли программу правительства. Сейчас нас ждет бюджет. Вы сейчас спрашиваете то, что еще сейчас планируется. Какой курс заложен в бюджете, вам известно? Ну, это, наверное, вопрос к правительству. Мы еще не видели проекта бюджета, конечно. Будем видеть проект бюджета, будем об этом предметно дискликтировать. Да, это процесс еще переговоров, но в то же время мы не можем пообещать то, что мы не сможем выполнить. Будет нелегко, но нужно делать все возможное. Но также Арсений Яценюк сегодня сказал, что существенно сократилось в этой программе и количество налогов. Если вам известно, какие сократились, какие остались? Будут выводить, у нас огромная проблема в стране, это теневые зарплаты. Для того, чтобы вывести теневую зарплату, нужно сделать так, чтобы работодателю было выгоднее платить чистую зарплату, чем там обналичивать деньги и как-то пользоваться услугами, какими-то коррупционными схемами. Для этого постепенно будет понижаться налог на зарплату и мы допускаем, что в течение года-двух мы сможем опустить эту цифру до 15%. Мы не можем опустить ее так сразу, потому что это огромный выток денег из бюджета. Не сразу все перейдут на белые зарплаты. Но постепенно это нужно делать. Какие еще изменения будут? Или это самое важное? Это один из пунктов. Нас ждут реформы по каждому направлению. Конституция, децентрализация, экономика, налоги, судебная реформа, медицина, социалка, освита. Кругом там будут реформы. Действительно, они в конце концов записаны в коалиционном соглашении. Поэтому сегодня нам, если мы говорим о финансовой стороне, нам нужно сейчас говорить после того, как мы будем иметь на руках проект бюджета. Программа правительства и коалиционные соглашения дают рамки, в которых правительство должно двигаться. В рамках которых должен готовиться бюджет. А уже конкретные цифры в этих рамках, это будет приниматься отдельным законом. И еще, насколько вам известно, я не знаю, говорили об этом или нет, в частности в программе правительства, речь идет о том, что в части о сельском хозяйстве, в поддержке государства малого и среднего бизнеса, например, обычные стихийные рынки, они исчезнут. Как их будут поддерживать, контролировать, что с ними будет? Традиционные бабушки, которые выносят, например, то, что вырастили на груди. Как контролировать? Как у нас контролируется все, что является стихийное, это равно незаконное. Мы же понимаем. Это то, что... Нормально. Во-первых, мало того, что оно незаконное, непонятное качество, санитарные стандарты, которые в этих стихийных рынках. Нормальные, как в любой Европе, на выходных на центральной площади открывается рынок, куда абсолютно легально фермеры или там... То есть это ярмарки, да? Хозяйство, ярмарки, те же самые базары. Главное, чтобы действительно за это, с этих бабушек за место не брали деньги, чтобы просто невыгодно становится. Чтобы этого не было. А тут же вопрос не только уюта, комфорта. Да, главное же качество этой продукции, чтобы оно все проверялось, чтобы мы не покупали, не ясно что, и потом имели проблемы со здоровьем и всем остальным. Какие еще самые важные изменения? Вот я знаю, что будет также учреждена страховая медицина. Здесь, здесь как есть, я думаю, что когда сегодня в программе правительства написали, что переход на страховую медицину, я бы здесь очень осторожно был со сроками. Потому что министр здравоохранения Квиташвили, который из Грузии к нам приехал, который в Грузии страховую медицину внедрил, он выступая еще перед назначением парламента, сказал, что его задача, сегодня в Украине рано ввести страховую медицину, его задача создать почву, подготовить грунт для введения страховой медицины. И это он сказал как свою первоочередную задачу. Поэтому, ну, я там общался с экспертами по медицинской реформе, они все говорят, что страховую медицину нужно переходить тогда, когда реально общество будет иметь деньги эту страховку платить. Небольшие деньги, но их тоже нужно иметь. Сегодня, когда, можно, конечно, принять, это не проблема, но оно не будет работать. Для того, чтобы это, если мы сегодня постепенно реформируя медицину, создадим почву, ну, например, ну, мое личное мнение, что в 15-м году перейти на страховую медицину, ну, можно, но это не будет эффективнее. Тем более, с учетом того, что сейчас все силы пойдут на оборону Украины, на армию. Ну, не все, не все. Давайте я пунктуруюсь. Но если мы говорим, что сейчас... Мы говорим, что 5-5% ВВП, это немного. Это больше, чем раньше, да, но это все равно мало. Когда мы говорим, что все идет на оборону, ну, это тоже манипуляция. Я имею в виду, все, возможно, это что можно отдать. Безусловно, еще очень важный вопрос, который был поднят сегодня, это изменение именно военного курса, да, речь идет об отмене позаблокового... Неблокового статуса Украины и однозначного курса на евроинтеграцию и курса на североатлантическую интеграцию, то есть НАТО, военно-политический союз, который... Но опять же, сейчас зарегистрировано три законопроекта, насколько мне известно. То есть не было какого-то конкретного решения. Дело в том, что все три законопроекта существенно не отличаются друг от друга, поэтому вот я, собственно, в комитете евроинтеграции, и мы сегодня рассматривали все эти три закона. Первый закон говорит об отмене внеблокового статуса, о присоединении к НАТО и евроинтеграции, собственно, но он такой, скажем так, мягкой редакции. Там не убраны пункты о дружественных добрососедских отношениях с Российской Федерацией. Закон, например, там, следующая редакция, она более жесткая. Это в редакции Пашинского, Турчинова и Порубия. И там говорится о том, что если есть агрессор, то, собственно, с агрессором никаких добрососедских отношений быть не может. И этот пункт, он, исходя из сегодняшних реалий, является абсурдным. Ну, когда может рассматриваться этот вопрос в Раде, в зале именно? Я думаю, что в ближайшее время, это может быть завтра или на следующем пленарном заседании, законопроект готов. Он прошел комитеты. Есть, опять же, коалиционные соглашения, где все фракции, которые входят в коалицию, подписались под тем, что они поддерживают выход из неблокового статуса. Поэтому голоса будут. Тут, ну, я думаю, просто там вопрос техник, когда это будет включено в порядок ДЭНы, потому что, ну, очень много разных других законопроектов. Понятно, что это будет в ближайшее время. Ну, еще хочу один вопрос по поводу образования. Будет ли, как будет изменяться образование? Потому что идет речь о том, что 9 классов обязательных, и потом платно или неплатно объясните вот эти нюансы. Вы, опять же, вы ставите вопрос. Действительно, у нас сегодня есть реформа высшей школы, и считается успешной реформой. Следующая обязательная реформа – это средняя и начальная школы. Есть разные мнения, в том числе и сокращение количества годного обучения. Нет, ну, это пока инициативы, которые, они, нет этого ни в программе правительства четко, ни в коалиционном соглашении. Это как одна из инициатив. Возможно, еще будут другие. Будут законопроекты, будем их рассматривать и принимать решения. То есть, пока рано это обсуждать, да, предметно. Конечно, конечно. Безусловно. Ну, а и вот сегодня также Верховная Рада изменила границы некоторых районов Донецкой области. То есть, теперь часть местных жителей могут получать зарплаты, пенсии, ну, вот свои соцвыплаты. Объясните конкретно, как это будет действовать. Ну, это очень просто. Сегодня есть районы Донецкой области, часть района контролируется Украиной, освобождена. А часть района вместе с районным центром, в котором находятся все районы, там, Собезы и все, она под оккупацией. И та часть, которая якобы, ну, не якобы, а фактически там украинский флаг, они не могут не пользоваться никакими там социальными другими благами, потому что их райцентр и работа районных органов парализирована. Ну, да, там боевики там стреляют. Соответственно, эти районы, которые сегодня освобождены, они просто приедены к Артемовскому району, потому что Артемовск сегодня под контролем Украины. Тобто, те украинские территории, которые контролируются Украиной, присоединили к тем районам, где центр района тоже работает. Сама процедура получения своих соцвыплат прописана в этом законе? Нет, она прописана. Насколько легко будет получить? Ну, как легко, как и всем другим жителям этого района. То есть это не займет длительное время? Ну, возможно, там нужно будет некоторое изменение документов. Ну, это, как бы, это все нужно, потому что сегодня эти люди, находясь под контролем Украины, не могут ничего от государства Украины получить, потому что их райцентр, где эти там деньги распределяются, в том числе под оккупацию. Поэтому, ну, возможно, это займет некоторое там время, но это лучше, чем вообще ничего. Доставить помощь в оккупированной территории невозможно, мы все заложники этой ситуации, я имею непосредственно отношение к волонтерскому движению, и могу сказать, что это действительно очень опасно, и опасно даже на территории, которая подконтрольна, да, постоянно идут обстрелы, и перемирие постоянно нарушается, перемирие постоянно нарушается, и нет физической возможности это сделать. Поэтому очень часто и родственники, там, тех людей, которые находятся на контролируемой украинскими властями территории, украинской армии территории, переезжают в контролируемые районы, ну, и таким образом могут получать эту помощь. Те пожилые люди, которые вообще не могут приехать, например, чтобы их родственники или кто-то получил, нужны ли какие-то там сложные документационные процедуры, чтобы это все получить? Это процедура, она не сегодняшними законами решалась сегодня, мы просто изменили, она там прописана, там, где это возможно, где-то получить, но, опять же, это очень сложно сделать, чтобы не было ни манипуляций, ни шахрайства, все-таки могут получать там или лично люди, или там, как бы сегодня это тяжело сделать, надо понимать, что это не свины Украины. Украина сегодня физически не может доставить эти деньги этим людям. Эти деньги накапливаются на счетах, они есть. Ну, а физически, ну, как инкассатору сегодня завести в Донецк в банкомат машины? Эти банкоматы там уже давно разбиты, а эта инкассаторская машина дальше первого блокпоста не поедет, потому что там все эти деньги экспортируют. Поэтому, а то, что начисления идут, на счетах эти деньги есть, как только украинская власть вернется на оккупированную территорию, и люди там через несколько дней смогут получить эти деньги, сейчас, ну, как их туда достать? Столько террористы и российские наемники освободят эту территорию, мы сможем выплатить все то, что должно выплатить украинское государство с отнятием коммунальных услуг. Сегодня мы еще также наблюдали, что депутаты обратились к Российской Федерации с требованием освободить Надежду Савченко и других заложников. Объясните, насколько это будет эффективно? Ну, как заставить Россию действительно это сделать? Мы, конечно, не живем в мире иллюзий и фантазий, мы понимаем, что свобода и Надежда Савченко, других политзаключенных в руках лично Путина. И, скажем так, то наше обращение, мы не переоцениваем его роли, но это лучше, чем ничего. Мы понимаем, что это обращение все-таки даст очередной информационный повод, очередной раз мы напомним всему миру, а не только России, что мы за это боремся, что это остается в наших приоритетах. И во многом, да, во многом символический жест, я согласен, но мы должны делать такие жесты, потому что только так, вот такими шагами мы сможем приблизить освобождение наших граждан. Это на самом деле вопиющие факты, потому что Надежда Савченко была украдена, выполняя свои конституционные просто обязанности, защищая свою страну. А Олег Сенцов, это известный режиссер, который поехал в Крым, откуда он родом, собственно, и за проукраинскую позицию, за участие в Автомайдане. Он был признан террористом и отправлен в места лишения свободы Российской Федерации. На самом деле, я тоже была активисткой Автомайдана в свое время, соответственно, я тоже могу по российским законам быть признанной террористкой. Как еще на законодательном уровне можно принудить Россию все-таки вернуть наших заложников? Это апелляция к международному законодательству и, собственно, санкции, дипломатия. Мы все понимаем, что эти люди были задержаны, украдены, арестованы незаконно. И мы сейчас думаем, как их законно освободить. Их по закону они не должны были быть в тюрьме. Поэтому понятно, что здесь нужно включать все возможные правовые, в первую очередь международное право, но вопрос-то политический. Сегодня Россия сделала этот вопрос политический. Стоит ли в парламенте сейчас этот вопрос как одним из первых и важных? Ну, все, что делать, мы делаем. Да, мы приняли обращение. Да, Надежда Савченко, как депутат, будет включена в парламентскую ассамблею Совета Европы. Она фактически станет евродепутатом. Потому что группа от украинского парламента, она там будет. Это автоматически повышает ее статус и, конечно, становится еще одним аргументом, почему ее должен Путин выпустить. Но, повторюсь, для Путина это может быть аргументом, а может и не быть. Как он сделает невинные глаза, как он говорит, там, российских войск в Украине нет. Там воюют ополченцы, Надежда Савченко не украдена, она там, и все. То есть, как бы, на него это не действует, но вся совокупность вот этих шагов, она все-таки будет приближать свободу. У нас антитеррористическая операция. Если есть антитеррористическая операция, значит, есть террорист. Мы в этом видим российский след, мы в этом видим российских наемников. И, соответственно, террористом является Путин, который действует через свои службы, такие как ГРУ и другие. Поэтому вести переговоры с террористами очень сложно. А если изменить, например, статус АТО на статус война, как это предлагается, то это что-то изменит? Ну, я думаю, это мало что изменит в вопросе политзаключенных. Заключенных? А в вопросе отношений с Россией и воздействия на Россию? Нет. Если мы говорим о военном положении, здесь в первую очередь идет речь о том, что это позволит более эффективно организовать военные действия, будет и единый штаб и так далее, и так далее. В этом вопросе, знаете, для меня все равно, как это будет называться. Главное, чтобы это было эффективно. Если мы можем эффективно противостоять агрессору в формате антитеррористической операции, ради бога. Если мы видим, что лучше, а если назовем военным положением, но не будет никаких продвижек, то зачем это военное положение? Сегодня оно... Это может спровоцировать к еще большей адресии. Да, это будет очередной возможным всплеском, скажем так, со стороны России. И сегодня ху-ху да валко, но все-таки идет к какому-то компромиссу. Если мы сейчас опять получим то, что да, каждый день идут обстрелы. Это примерно нарушается. Нарушается оно России, мы только отвечаем. Но нет там широкого наступления. Хотя ситуацию пытаются дестабилизировать по всей Украине. Это касается и Винницы, и Одессы. Это касается диверсионных групп, которые действуют и на Востоке. И действительно пытаются посеять панику, посеять хаос. Это очень важно соблюдать спокойствие. Очень важна работа службы безопасности Украины. Ну и, собственно, диверсионных групп, которые останавливают. И сегодня еще хотелось бы отметить такой нюанс Верховной Раде. Вот, наконец-то, Верховная Рада отозвала с должностей председателей первых заместителей и заместителей председателей комитетов депутатов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января. О чем требовали представители фракции радикальной партии. И вместе с тем... Это требовали, опять же. То, что подал проект постановы Ляшко, это не значит, что требовала радикальная партия. Это была позиция коалиции, куда уходит в том числе и радикальная партия. Но то, что там Ляшко первый добежал и зарегистрировал этот законопроект, но без наших голосов этого не было. Это безусловно. Поэтому требования логичные. Многие говорят, что это там неправовое, любое. Друзья, есть административная ответственность, криминальная. Это суд, прокуратура не должны установить. Но в всем мире есть, понимаете, политическая ответственность. Мы политики, эти депутаты тоже политики. Когда политик, депутат голосует за закон, который противоречит Конституции, который есть антидемократическим, который привел к крови, пускай исследователи разбираются, его кто-то заставлял или его несет. Но с точки зрения политиков, эти люди не имеют права в дальнейшем руководить. Эти люди уже своим поступком нарушили Конституцию, права человека. Так они сегодня опять избраны в парламент. Но хотя бы мы, как большинство, все делаем для того, чтобы они понесли политическое ответственность. Чтобы в будущем, не дай бог, этого не будет, но в будущем теоретически, если какие-то такие инициативы возникнут, будут внесены в зал, чтобы каждый перед тем, как голосовать, вспомнил пример вот этих депутатов. Да, и очень важно тут, что речь не идет об оппозиционном блоке. Они изначально отказались от своих должностей. И речь не идет ни о каком территориальном принципе. Эти люди были выбраны из разных областей. Это речь идет и о Черкащине, и о Волыне. Но это действительно люди, которые голосовали за законы, которые попирают просто нашу Конституцию, а законы, которые просто можно смело назвать человеческими ненавистницами. И мы не имели морального права поступить по-другому. Все-таки мы сегодня видели, я не говорю, что только представители радикальной партии возглавили те места, которые освободили в оппозиционном блоке. Там были разные моменты. Но все-таки много людей от радикальной партии. Было больше, я вам скажу. Было больше. Я сейчас специально не взяла этот список, чтобы не заниматься временем. Объясню, почему. Потому что радикальная партия по своей квоте претендовала на, в том числе, и возглавить бюджетный комитет. Хотел легко. Это очень серьезный комитет. Это очень серьезный пост, который по квоте был положен радикальной партии. Сегодня радикальная партия отказалась от возглавления бюджетного комитета. И, собственно, на уровне заместителей это была как некая компенсация. То есть не компромисс, это как бы нормальное распределение должностей в рамках коалиции, соответственно, количеству депутатов, фракций. То есть эти все назначения, они были согласованы коалицией? Ну, коалиция за них голосовала. То есть в этом случае разногласий никаких не было? Ну, может, кому-то нравилось. Это же такое, в коалиции 300 человек. Демократические процессы невозможны без разногласий. Это процесс консультации. Но есть результат, когда все фракции и коалиции кто-то в полном составе, кто-то не в полном. Но достаточно было голосов для того, чтобы это решение поддержать. Ну, в завершении нашей программы у нас осталось всего лишь 5 минут. Все-таки от вас вот что сейчас самое важное стоит перед вами, перед народным депутатом и перед всеми парламентариями, на ваш взгляд? Какие задания? Основные задания — это, конечно, остановить войну. Потому что мы все заложники войны на всех ее, собственно, стадиях. И это, в первую очередь, дипломатический путь решения вопроса. Но, опять же, готовься к лучшему, рассчитывай на худшее. Нужно, чтобы армия была обеспеченной, чтобы армия была сильной. И большую поддержку Запада, большую поддержку цивилизованных стран мы получим в том случае, если у нас будет реальная иллюстрация, эффективная борьба с коррупцией и реальные европейские реформы. И на ваш взгляд? Ну, есть, да, то, что горит, то, что уже в ближайшие дни нужно, это бюджет, налоговый кодекс, внеблоковый статус. Это то, что парламент должен сделать за те две недели, которые остались до Нового года. А есть, конечно, то, что уже сразу после Нового года реформы, реформы по всем направлениям, о которых мы сегодня говорили. Чем быстрее мы их проведем, тем быстрее мы почувствуем позитивный от них результат. Все-таки мы верим, что вся Украина почувствует результат. И я вам желаю результативной работы в Верховной Раде. Спасибо вам, что пришли, разъяснили важные моменты, потому что все люди ждали каких-то конкретных подробностей по правительственной программе. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были народные депутаты от блока Петра Порошенко и Александра Черненко. И от Народного фронта Елена Масорина. Оставайтесь с нами. Уже через несколько минут выпуск новостей. До встречи.